Брифинг В данном сюжете представлены выступления исследователя Амнистии Интернешнл по Российской Федерации Фредерики Бер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Отсутствие уважения к гражданскому обществу и правил в системе правосудия также выражалось в неоднократных отказах защитникам прав человека и представителям политической оппозиции проводить демонстрации в поддержку 31 статьи Российской Конституции. Редактор субтитров А.Кулакова 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 Мы признаем, что правительство выступает против вооруженных группировок и против террористов-смердников, которые убивают гражданских лиц и сотрудников правоохранительных органов. Однако это не оправдывает те нарушения, которые мы видели год назад в течение этого года. Были многие нарушения совершены во время контртеррористической операции и они ни в коем случае не оправдываются в имя безопасности. И тоже ни при каких обстоятельствах не оправдывается получение нами информации о наказаниях, которым подвергаются всеми людьми, якобы связанными с боевиками. Мы ожидаем от России, что она прекратит эти нарушения прав человека в Северном Кавказе и дает полный доступ к справосудию всем людям, которые находятся там в Северном Кавказе, как и во все остальные регионы Российской Федерации. Мы год назад слышали многие хорошие обещания. Мы видели, что президент Медведев начинал снова разговор с гражданцами общества в рамках президентского совета по правам человека и развития демократических институтов. Мы считаем, что заполнить это обещание и заполнить проблежь системы правосудия нам еще не хватает настоящих реальных шагов, как, например, выполнение решения европейского суда по правам человека, и отсутствие вмешательства в проведении мирных обсуждений или отмена смертной казни, как примеры, которые может Россия принимать, чтобы показать, что права человека – это непустые слова, что это действительно уважает и принимает всерьез, и гарантируется доступ к всем этим правам человека, всем людям, которые находятся в территории Российской Федерации. Тем не менее, пока раздел России в ежегодном докладе Amnesty International со временем меньше не становится, и подраздел Северный Кавказ занимает в нем все так же, большую часть.